Ну а что касается домашних поединков, то здесь родной эмирец и всегда практически заполненные трибуны. Есть карьера в Англии, он в составе РН сегодня выйдет на поле, ну и, наверное, стоит вспомнить... Ну и как это водится на Еврокубку? Слема атаки обамиян. Ну и на острие Лекозет, забивная десятка арсенала, главный тренер Унай. Трек-капитан команды и Амари Трауре, номер 27-й, Жульен Стэн... Это Лондон, 1-8 финансовая. То, что забыли уже на английских стадионах, в настоящее фаер-шоу, там вправо мог... Неплохо бы, наверное, подоспеть какой-то службе безопасности, чтобы стадион не загорелся. Ну а мы смотрим, между прочим, сын Ги Стефана, помощника Деды Шама в сборной Франции, человек... Не знаю, будет ли сенсацией тот факт, что Рен потенциально может пройти Арсенал на этой стадии Лиги Европы. На его место заступил как раз Жульен Стэфан. Арсенал перебрался. Трекомент для Казет, выскакивает 1-1 на галкипера. Но Колбик сначала пнул по мячу, потом потерял... Арсенала по снизам, ногу, удар и... И гол! Это, это гол! Это Пьер Аберик Абамиянг. Главная ударная сила делает то, что делать Арсеналу нужно. Отметим передачу Рэмзи. В ногу вложил этот мяч. Ну и счет на табло. 1-0. Абамиянг доволен собой, доволен результатом. Вот что значит играть под давлением. Под давлением своей трибуны, если мы говорим о Рене. И под давлением большого стадиона. Только что Колбик не очень, да, надежно выходил из ворот. А теперь и голевая атака буквально несколько секунд. Он реально подборен. На подборе в итоге оказывается игроки. Действительно, Казет не участвовал в этом совершении голевом. Но это ситуация, которая... Кто не показывал, что мяч покинул поле. Некоторые замешательства было. На всех парах мчатся канониры. Абамиянг штрафной прострел. И угол. Теперь снова он возвращается на правый фланг. Не дотянулся. Кажется, Калашин. Значит, что никого и ничего не боятся эти парни. Сегодня еще ничего не решено. Не получается. И снова Арсенал с мячом. Абамиянг штрафной прострел. Прямо на... И классный какой прострел. Но здесь оборона играет уверенно. Дальше. Все равно весь подбор пока за канонирами. Ремзи здорово отборолся, но мяч потел. Такая бесшабашная, очень эмоциональная, умеющая играть в атаку команды. И Рен ее прошел. Арсенал этим пытается пользоваться. И вот здесь передача на Ликозетта. Но положение вне игры. Комбинация офсайд пассивной. Подача на дальнюю штрафную. Удар 2-0. Арсенал. И как, как здорово Калашинец ушел от мяча, когда он понял, что на него идет передача. Он понял, что он находится в офсайде. Он просто сделал два шага к своим воротам. Но Абамиянг все это дело подхватил. Смотрим еще раз. Да, и стоит отметить бригаду арбитров, которая, в общем, этот эпизод расценила так, как и нужно. Футболисты разобрались и судьи разобрались. Майден Майл забивает этот гол. Быстрых два мяча. Это уже действительно сценарий Арсенала по полной программе. Еще раз разбираем по кусочкам этот мяч. Итак, Рена. Повторы, которые предшествовали второму велевому моменту. Второму голу. А здесь Рены не собрано. Отжал Арсенал. Вот на Абамиянга. Прострел не проходит. Вот здесь уже оборона Рена играет как надо. И все равно на подборе Амкинажей будет чемпионом. Когда МЮ тоже по игре. Был не быть повнимательнее. Какой классный перевод. Это мастер Бенарфар. Потихонечку что-то придумывает Рен. И пробирается по флангу. Зарабатывает первую главу. Защитники подбираются. Подача. Это перелет. Это перелет всего на свете. Болельщикам французской команды. То, конечно, это значение иметь не будет. Но. Гол-то переломный. Это тот самый гол игры. И он на себя все внимание и забрал. Да, получается, что тот Абсайд, который пассивный. Квадрат решил поиграть. Возле своей штрафной. Едва ли это. А нет, закончился. Потеря мяча. Сара сделал такой обрезающий пас. Ну и Трэорре пытался пробить поворотом. И... В общем, продолжаем наблюдать. Продолжаем наблюдать. Уже бы Сар был на карандаше. Любит вот таких игроков, которые... Только не нервничало по большому счету. Но выпады подобные бывают. Подача не проходит. Здесь получает заслуженный порт. Собой смертный стрибун. Абамьянга на правом фланге. Аккуратненько укладывают. Обои очень быстро. В первом матче. Ох, как громко заключал. Неправ, ну и желтый здесь. Ну, арбитры и напоследствия частенько реагируют. Да, когда есть... Судья, кстати, не самый грубый. В среднем в Еврокубке он показывает по 4 желтые за матч. Но лично мне непонятно, по какому поводу. Узил, подача. Абамьянг через себя пробил. Твор, наверное, 2 с половиной. Вот тебе и 2 гола. Давление оказывает Госсина. Пауза. Ликозет вошел в штрафную. Калашина. Смяч под левый. Мяч. Был тоже. Но расстояние офсайдное, так скажем, оно меньше. Неплохо. Можно подавать. С подачи на там два футболиста. Арсенал. Быть временным. Борежо пытался накрутить здесь всех. Не вышло так, как планирует. В фланге. Под левый будет перекладывать мяч. Но и здесь передача. Ликозет. Рэмзи. Удар поворотом. Эти 40 минут. Рэмзи, как и весь Арсенал, играет практически безошибочно. Групп. Дальше на Трауре. Здесь подкат. Безупречный подкат. Дальше еще накрывают. Вдвоем здесь. Хозяева 18-й. 18-й номер гостей. На левом флангу. Кому сейчас передача давал Несу Тазилу. Не совсем понятно. Сам себя передача. Рэмзи по-прежнему ничего толкового не может придумать на чужой половине. Ну и снова на забросы. Арсенал. Это интересно, что придумает там тренер. Ликозет пока по левому флангу. И что? Вторая комиссированная минута. К первому тайму идет. На правом фланге не догоняет мяч. Камарит. Здесь Трауре. Сар. Это очень вальдю. И снова длинный мяч в направлении правого фланга. Сар здесь едва ли не... Трижды подопечную Най Эмире попали в створ воротную два гола. У обороны Рэмсдорова сыграли. А это свистокный перерыв. Пятая минута. Об Ни Янг с передачи. Дополнительное время сегодня. Потому что мне хочется увидеть... Второй тайм. Второй тайм второго ответного матча. Арсен Шер. Номер 4-й. Седьмой. Исмаила Сар. Климан Гринье. Номер 8-й. Тренеру Най Эмире. Удар Ни Янга. Штанга. Рифтман. Продолжается атака. Арена. Возможно, чуть-чуть ладошкой его коснулся. Но так же было ощущение... С Ни Янг бил. Да, действительно, видим 15-й номер, к которому отлетел мяч. Находился в офсаде. Ну и, по-моему, Чех достал этот мяч. Подача. Подача хорошая. И здесь. От головы Лекозе. К кону восьмерка лучших клубов в Великие Уроки. Здесь хорошая. Перевод на правую фланг. Здесь Найлз. Но... На дальнем. Мустафи. Не допрыгивает до мяча. Еще и по затылку защитник выпадает. Высоко. Есть возможность отобрать мяч и начать свою атаку. Но только фол. Передача. Пусть и это не слишком хороша. Но я думаю, что секрет точности этих передач в том, что они... Напрягает. Ну и Джака. Джака... В этом противостоянии. И снова свисток. Очень много свистит. Одна орбитра. И Рен набирает скорость в этой атаке. Офсайда нет. Сар вырезает мяч прямо в руки. Арсенал в обороне. Офсайда не было. Там Мурказет, в принципе, мог выскакивать один. Не надо силу. Расстрел на Локозетта. Подбор будет. Можно. Расстрел очередной. Абамиянк выбегал на этот мяч. Выиграть хочется. Это прямая путевка в лигу чемпионов. Да, они в АПЛ идут сейчас. Значит, мы... Что-нибудь на месте. Опасная атака. Рена можно бить. Удар. А вот это было опасно. Потому что туда, куда направлялся мяч, сразу 3-4 футболиста Рена находил. Идет Рауре, обыгрывает Монреалев, штрафную врывается, простреливает Косильни. Капитан. Подбор теперь за Реном. Редкий случай в этом матче. Перевод мяча. Удар касается штанга. Бенцебиани наносил этот удар. Приложился хорошо. И попал, и бил туда, куда нужно. Это говорить в некоторых рекламных кампаниях. Мяч Поля. Мяч Поля остался, конечно. А теперь он покинет Поляну. Но это уже на другом. Мяч Поля прямо сейчас. Не самый яркий матч в исполнении Мису Казила. Но и... Снова Рэмзи. Вдвоем устроили тут карусель. Европы. Тоже есть и Челси, и Арсенал. Пока в игре. А вот и 3-0. А вот и 3-0. Шикарная быстрая скоростная атака. Только Рэм поднялся. Только Рэм дал какое-то пространство. Как Абамиянк забивает второй гол сегодняшнем матче. Ну и давайте смотреть, что это... Что это за маска такая. Но в Боруссии Дортманской у него уже были и Спайдер Мэн, и кто у него там только не был. Но вот сейчас была заготовка за этими. Обрати внимание, ворота. Да, я тоже подумал, почему не нашел Абамиянк эту маску, после первого гола. Но, кстати, не является ли это в спортивном победе? Вновь нужна подача. Есть подача. Его без мяча. Удар! И для Арсенала хитаря на его обе. Продолжает Арсенал оставаться с мячом. Арбитры FIFA, получается, приветствуют современные. Мало 5-ти минутки или 7-ми минутки, которые Рэм выдал здесь на Эмирейдс. Это не Янг, но куда интереснее, кто зложил такую вертушку. Это был... Пока давайте смотреть вот этот заброс. И снова передача вовса. Пешка получает желтую карточку. В духе он все-таки, почему у него и английская карьера не задалась. Потому что очень с большими переб... Опа! Опа! Ты крутить кого угодно на Рэмси. Передача Рэмси! Абамьян! О, ну что такое! Пьер Амирик, Абамьян! Задвичу. Как учат в детской юношеской школах. Бирает Арсенал. Мне показалось, не той ногой Абамьян просто был. Добавленная. Для этого Рэма нужно забить один мяч. Хитарян на газоне. Серьезный момент. А вот момент голевой в этом матче. Прямо здесь и сейчас. И... Так и делает он это. Лучшим. Чем тот же Мишер и Абамьян Досилва. У Рэма и заброс штрафную. Там, по-моему, захромал Муста. Просто послушайте. Как благодарны трибуны стадиона Эмирейтс. Стеночка проходит. А вот здесь, может быть, опасно. Но загорелся флажок. Загорелся флажок линейного арбитра. О, 23-й номер. Да. Минута матча. Рэмси. Когда, если не сейчас? Ну, не так. Вот, баспятка и удар!